АЛТАЙ И Грэплинга Александр Нехорошев И боец ММА, представитель клуба Тим Стрела Барнаул Гусейн Халиков Друзья, приветствую Приветствую Ну что, давайте немножко подзатравим Нас и зрителей Перед нашей беседой посмотрим один промо-ролик Лига OpenFC возвращается в Барнаул Два громких чемпионских боя Пройдут на Алтае 1 октября в спортивном комплексе Темп состоится титульный бой В полусреднем весе Действующий чемпион лиги из команды Горилла Файтинг Данила Приказа Против нашумевшего бразильца Мастера грэплинга Жонаса Буэно Россия против Бразилии OpenFC разыгрывает Вакантный пояс чемпиона лиги В среднем весе Два сильнейших российских бойца В погоне за долгожданным поясом Никита Шаршавин Или Руслан Шамилов Нас ожидает пять раундов жесткой рубки В клетку снова войдут любимцы местной публики Амин Гасимов И Аделет Нурматов Разыграют пояс временного чемпиона лиги В полулегком весе Харизматичный Руслан Габараев Мощный Николай Мессеров Молодой проспект Кирилл Зимановский И звезда Алтая Гусейн Халиков 1 октября Вернаул Билеты На openfcmma.com Саш, ну давайте начнем Наверное с вас Уже второй год подряд Вместе с Шарафом Далок Мородовым Организуете подобное мероприятие Что ждать зрителям в этот раз И почему Титов Арена у нас осталась В феврале месяце В этот раз мы перемещаемся Спортивный манеж темп Ну изначально это Колоссальное, грандиозное событие Второй раз на Алтай Не просто пришло Мы оправдали все надежды Международной лиги OpenFC Провели на высоком уровне Первый турнир Который был в феврале И взяв на заметку Ряд нюансов Хотим представить турнир Еще в более масштабном формате Будет три чемпионских турнира То есть в турнире будет 12 поединков Будут наши прославленные бойцы с Алтая Которые идущи с победной серией И надеемся они ее продолжат Поэтому выбор темпа Это наша изюминка Зритель придет и увидит Что изменится В какую сторону Надеемся будет хорошо Мы недавно разговаривали с Шарафом Он говорил, что есть нюансы Которые были в феврале И эти нюансы будут исправлены Уже 1 октября Что за нюансы? Чем были недовольны проведением Это технические моменты В основном технические моменты Зритель их возможно не увидел Особенно ярые фанаты Которые пришли посмотреть именно на бои Поддержать своих прославленных бойцов Кто за кого болел Потому что приезжали Ребята, кто у нас С различных регионов приезжали Ихняя публика приезжала поддержать Возможно они этого не увидели Но нам как организаторы Были понятны направления Что где исправить И мы решили провести уже Именно в темпе Ну и там теплее Безусловно это одна из проблем Что там теплее Бойцам лучше быть разогретым Это менее травмоопасно Поэтому так в основном Ну и зрителям тоже Ну и зрителям надеемся И так всегда будет тепло И так будет жарко Там будет жарко однозначно Гусейн, давайте знакомимся Вновь с вами Познакомим вас С нашими телезрителями Расскажи Как давно ты в ММА Почему именно этот вид спорта Именно это направление Ну и с чего все начиналось Здравствуйте Меня зовут Гусейн Халикал Я с родом из Дагестана Сейчас проезжаю на территорию Атласского края Город Барнавул ММА Я начал с 2014 года заниматься Там были перерывы То армия То еще какие-то моменты Ну срочная служба А база моя Я еще июльным ребенком Там записался Сексию каратэки Ушинкай Довольно таки Долго выступал Различные там Международные турниры Там выигрывал Пока там учебу закончил Потом Ну школу в смысле Закончил Потом уехал учиться И как-то не знаю Больше был интерес Там бороться И вот так я перешел В ММА И последний день выступаю В ММА Что знаешь про своего Следующего соперника И Ну такой наверное Необычный Ну или обычный даже вопрос К бойцу Что для него приготовил Какой сюрприз Приготовил что Приготовил что Мы в клетке увидим Что он для меня приготовил Что я для него приготовил Ну уверен Скучно 100% не будет Он Бивший соперник Ударник Левша Неудобный Спортсмены понимают О чем я говорю А со своего соперника Я знаю Что он Откуда С командира Сталицы Много ребят И у одноклубников Знаю Как бы я с ним В одном вечере Ну вместе Думаю В одном вечере Бивились Там раза два На турнирах Такой крепкий Бивший соперник Думаю Будет интересно На самом деле По статистике По статистике У вас одинаковые цифры У тебя 10 побед 4 поражения У него Столько же побед Но 3 поражения Шансы Более-менее равны С нейтральной точки Я думаю Шансы равны Не более-менее Шансы равны Это ММА Здесь Я думаю Любой Один удар решает Поэтому Это цифры Это ни о чем не говорят Бывает порой Люди выходят на замену Они там свою работу делают Уходят спокойно Поэтому Эта клетка закрывается И оттуда В любом случае Один только выйдет Поветит Саш Переместимся вновь К организаторской части Почему спортсменам Важно выступать На турнирах Подобного масштаба И что им Это дает Важность Изначально Это Принцип То что Они уже вышли На профессиональный уровень Далее Это Начинается С Простых боев То есть Они вырываются Растут в лигах Доходят до Чемпионских титулов Подписываются В следующие Более Серьезные организации Но как правило Это все Уже за рубежом Как у Например Шараф Далат Муродов Беллатор UFC То есть Это Очень важно Нашим спортсменам А именно В нашем регионе Это очень важно Так как На нашей Базе Наши же Алтайские бойцы Будут расти И достигать Высокого уровня В опумных силе Далее Может даже Выше Надеемся На это Очень Поэтому Турнир Очень важен Ну и плюс Сейчас очень важно Гореть на нотах Патриотизма Ребята Ребята Занимаются Профессиональным Спортом Считай Все Вооруженных силах Служили Российской Федерации Ну и Мы болеем За Российскую Федерацию То есть Однозначно Это будет Патриотизм Это будут Флаги Это будут Понимание То что Наши бойцы Должны Напитаться Духом Того что Мы везде Должны побеждать И нота Патриотизма Будет вложена В турнир Однозначно Ну то есть Можно подытожить Ваши слова Что выступление На данном турнире Это такой Некий шаг Что-то В большой мир ММА Конечно В турнире Будут участвовать Представители клуба Тимстр Ла Барнаул Что можете сказать По ним Каковы вообще У них шансы И насколько это важно На своей родине Спортсмены будут выступать На родине Родные стены Помогают Тут будет Свой Болельщик Фанат То есть Поклонники Уже с годами Сложились Что У Гусейна Там Масса будет Людей Которые поддержат Очень сильно Там У Коли Нестерова Там приедет Он родом Начальный Из Рубцовска Там Рубцовск есть Приедет Это значит Не заговорочный Уже собираются Да Уже потихоньку Собираются Вот Все ребята Кто из Стрелы Тимы Сейчас заряжены И прошли Очень много Лагеря Они В реступлике Алтай Серьезные сборы Прошли И до этого Были Серьезный Стрелочный процесс Плюс любительская карьера Еще продолжается У них У многих Они очень серьезных Результатов Любительская карьера За этот год Достигли Очень серьезных Колоссальных Говорит О Габараев СНГУ Играл тоже На сегодняшний день Нестеров Выступал На различных Международных турнирах По любителям У Сейн Также выступал На различных Этапах Вооруженных сил Там Кубках То есть Много очень Турниров прошли Подготовка колоссальная И мы надеемся Что это Не прошло даром Они Заряжены На победу Все Ну а что Они здесь Мы рады Что это турнир В Барнауле На Алтайской земле Потому что Именно мы можем Увидеть своих бойцов В хорошем Аплуа Они выиграют Гусейн У вас летом Должен был Быть поединок Но он не состоялся Почему Что случилось Да Изначально Я должен был Драться 10 июля В Питере На OpenFC И потом Они не знаю Что-то переиграли Сказали в Самаре Подеремся В Самаре Тоже хотели Соперник Кто поменялся То еще что-то Как-то И все-таки Итоги нашли Соперника Должен был Я драться В Горном Алтай Прошел Чуть ли не месяц Хороших сборов Прошел Приехал в город Ну Трамвировался Если у меня Там причина была Здесь не хочу Говорить И поэтому Я так подумал С тренерским коллективом Там посоветовался Решили мы Просто Чтобы потом За голову не браться Перенести турнир И выступить Спокойно Уже подготовлен Здесь У себя На Барнауле И как сейчас Проходит Подготовка К опыту FC23 Где тренируетесь С кем тренируетесь Подготовка И тогда была хорошая И сейчас Отличная Много ребят приехали Это так С Бурят И Сочи И потом Откуда ребята А еще С Омска Ребята помогают Наши местные ребята Есть такие Как боец Пилат Арсарвар Хамид Амин Гасимов Зос Там ребята есть На самом деле Есть с кем работать Есть с кем расти Тим Стрела Делать большую работу Никуда выезжать Не надо Можно здесь спокойно Готовиться Треноваться И показывать Довольно-таки Серьезные результаты Саш Многие считают В спортивном сообществе Что ММА Это дело времени То есть это Такой временный тренд Или все же По вашему мнению У этого направления Есть будущее Есть такое Стабильное внимание Людей СМИ И самих спортсменов Ну Будущее есть всегда Если есть прошлое Если обратимся В древние Олимпийские игры Что это было В Сиборе Потом Панкратион Назвали его Греко-римская борьба Появлялась Люди всегда соревновались Особенно мужчины Состязались В видах разных единоборств Это не временное Возможно Как-то по-другому назовется Какое-то будет новое название Новый бренд Уже бренд Поэтому Назовется Будет это ММА Будет это Какой-то армейский рукопашный бой Он продолжаться Будет развиваться И в сфере Именно профессионального спорта И любительского То есть Это Никуда не уйдет Просто будет более современный Они с каждым годом Технический аспект У спортсменов Растет колоссально Физические возможности У людей Колоссальные становятся То есть Если мы Назад отмотаем Посмотрим Поединки старых лет Там То есть Набор Технический был Конечно Немножко Поскуднее Но Сам момент Все современнее Современнее Становится спорт И он будет развиваться И Должение у него есть Однозначно В продолжении Темы про развитие Сейчас Одно направление Как Поп ММА Набирает Новый Путь Я не знаю Как это можно назвать Это бои между Неперсоналами Ради пиара Шумихи Все такое Как вы К этому Отношусь нейтрально Знаете Там Явно Непрофессионалы Уступают Но Организовывают Профессионал То есть Картинка У них Очень замечательная Промоушен Всегда мощный У них Такое Что Картинку Они дают Хорошую То есть То есть Они все-таки Рекламируют ММА Рекламируют Одиноборство А При всем этом Ну мы видим Там Зачастую Спортсмены Довольные Которых Ни раз Не надо Показывать В телевидении Так как мы В обществе Проживаем И понимаем Что это Не очень хорошие Персонажи Но при всем этом Я нейтрально отношусь Гусанин Как вы к этому Относитесь К таким Поединкам Я Например Мне кажется Там есть ребята Которые реально Драться умеют В основной массе Таких наоборот Но есть Как и некоторые Индивиды Как вот Александр сказал Я бы Я так же отношусь Я думаю Нейтрально Но Будет возможность Там бы ребята Выступили Допустим Я еще Кто-то С этим проблем Мне тут просто Чуть-чуть За языком Надо следить И все Проблем никаких Как и в жизни В принципе Да Какая разница Ну такие Там не нужны Я думаю Кто за языком Будет следить Там они не нужны Потому что Этим они и зарабатывают По сути Да По сути Этим они зарабатывают То есть Если через Н количество лет Вы закончите Профессиональную карьеру Можно будет Подумать Про полкома Как я закончу Я закругляться буду Можно И туда и не идти Здесь достаточно Мне хватает Ради хайпа Чуть-чуть Саш Смотрите Такая тема ММА Показывают Очень много По телевизору Очень много Рекламы Этого вида спорта И многие родители Задумаются Отдавать ли своего ребенка В этот вид спорта Вот вы Как тренер С хорошим Большим опытом Скажите Как родителям Донести Что это не так уж И страшно Что многие думают Это больно Ребенка будут бить И все такое В каком возрасте Лучше всего ребенка Отдать в этот вид спорта Ну Сразу ему говорят Развеяйте все слухи Что там больно И еще что-то В детском спорте Есть ряд ограничений В определенных правилах И это Сэмиконтакт Называют Ну так Спортивном сленге Сэмиконтакт Или еще домен Лайтконтакт Да Лайтконтакт Это вообще Они не контактируют Приходя Залы сейчас Ребятишки Залы полные Более 27 залов У нас сейчас здесь Которые профильных Только Поэтому Там подготовка Уже начинается Так сказать С первого класса И Хороших результатов Добиваются В самом деле К 14-15 годам Подходит кандидатами Уже Где-то В 18-19 У нас уже сейчас Плеяда мастеров Упускаться будет Ну и напомните Зрителям Где можно купить Билеты на OpenFC Где это будет проходить И во сколько OpenFC будет проходить Спортивный комплекс Это у нас уходит 1 октября 18.00 Всех ждем Будем рады Билеты где можно купить На кассах В интернете На сайте Можно купить Прямо В спортивном клубе Темпе Там они есть На продаже Легче всего Я думаю В интернете Вбил Купил Пускай не затягивают Потом дорого Будут покупать Время На этом наше время К большому сожалению Подошло к концу Ждем вас 1 октября На OpenFC